Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях сотрудник Одинцовского молодежного центра Андрей Владимирович Ткачук. Здравствуй, Андрей. Здравствуй. Рада видеть тебя в нашей студии. Совсем недавно ты вернулся из Питера и был там не один. А в составе большой делегации, расскажи об этой поездке, она в таком формате прошла впервые, я правильно понимаю? Там много чего прошло впервые. И в первую очередь это был состав не просто большой Одинцовской делегации, а там было 4 делегации. Первая – это мы, естественно. И на мой взгляд, самое важное то, что в составе нашей делегации ехали блокадники в город. Была тульская делегация, представители патриотических молодежных клубов и так далее. И их руководители приехали. Московская делегация была. И, собственно, делегация питерская в виде кадетов одной из школ, которые поехали на Раненбаумский плацдарм. И, собственно, мы там с ними встречались. Почему вы выбрали для поездки именно это время? С чем это связано? Это связано напрямую с тем, что впервые, наверное, я, может быть, там не знаю всех подробностей, но фонд социально-культурных инициатив предложил администрации в Ленинграде одного из муниципалитетов провести такую акцию. То есть, они выступили спонсорами, там много чего оплатили и собрали кадетов, которых впервые повезли на мемориал Январский гром, откуда, собственно, начался первый сталинский удар. Для них это достаточно значимое событие. И основным таким подводным камнем, как мне представляется, выглядит то, что от Раненбаума школы расположены очень далеко. То есть, туда нужно везти именно на автобусах. Вот я не знаю, с чем в Одинцовском районе сравнить, но есть определенная проблема. И вот эту проблему фонд решил. И узнав про это, что они делают там эту акцию, мы предложили, собственно, ее усилить. И вот это усиление выступило в первую очередь в лице наших блокадников, которые должны были с ними соединиться и соединились 22 января на этом мемориале. Все-таки, насколько вот именно наши блокадники быстро и с воодушевлением поддержали эту идею, ведь это было не просто в рамках одного дня совершить такой марш-бросок, ну, все-таки люди в возрасте уже, нужно говорить честно. Они мгновенно поддержали эту идею. Как могло быть иначе? Это же поездка в Ленинград, это поездка домой. Опять-таки, мы усовершенствовали программу. То есть, это не был просто визит, ну, вот, навстречу делегатам. Мы решили совершить такое вот прям действительно путешествие, приключение, когда мы приезжаем в Ленинград, посещаем один мемориал, второй мемориал. У нас потом мегапрограмма, и все это на ура было принято. Давай тогда более подробно о мегапрограмме и о тех приключениях, которые ждали всю делегацию Одинцовского городского округа в северной столице. В первую очередь, мы выбрали удачное время, потому что вот-вот закончились мероприятия, посвященные прорыву блокады, и вот-вот должны начаться мероприятия, посвященные годовщине полного освобождения. Между ними есть определенное затишье, и вот в него как раз мы и попадаем. Это очень здорово, потому что, во-первых, это еще и рабочий день, и, соответственно, есть определенная разгруженность известных транспортных систем, есть определенный люфт именно для тех компаний, которые с нами готовы поработать. Потому что нужно все-таки не просто ветеранов привезти в Ленинград, их же нужно там как-то перемещать. И, соответственно, как мы из этой ситуации вышли в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, нашлись замечательные люди из администрации Парголова, которые просто взяли на себя львиную часть подготовительных работ не только с кадетами. То есть я консультировался по всем вопросам, где что можно и не можно. И в итоге у нас выставила следующая схема. То есть по плану мы должны были приехать утром, посетить Пискаревский мемориал. И выяснилось, что для некоторых представителей из нашей делегации это вообще первое посещение. Дальше это выезд в Ленобласть на Араненбаум. И это вообще для всех первый раз мы там побывали. После этого уже вторая половина дня мы хотели проехать по, я так это называю, по следам фотографа Сергея Ларенкова, который создал более 400 в Питере работ, совмещенных старой ретро-фотографией современной, где он искал точку съемки и с этой же точки съемки делал свой снимок и их соединил. Получались очень серьезные работы. У нас в Барвихинской школе выставлены 6 таких фотоколлажей. И мы за основу взяли их. Мы решили посетить все эти 6 точек. Это был план. Он, естественно, не сработал. Мы взяли слишком много. Он был супер насыщенный. Но мы посетили 4, сразу забегая вперед. И это было уже колоссальное, конечно, напряжение. Но с моей точки зрения у этих людей, которые уже очень много пережили, у которых за плечами титаническое прошлое, самой большой, наверное, ценностью сейчас является живое общение эмоций. И вот и то, и другое в рамках этой поездки они получили в суперконцентрированном виде. Ну, это здорово. Ну, в том числе в эту поездку отправились и другие сотрудники Одинцовского молодежного центра. То есть, получилось такое единение, да, с одной стороны, молодежь. Вот мы всегда говорим, что вот она где-то остается не при делах в таких моментах. Но здесь вот все было слитого и едино. Слитого и едино. И не только молодежь Одинцова. Но если брать конкретно состав нашей делегации, то поехали и руководители патриотических клубов, и сотрудники молодежного центра, и сотрудники Одинцовского телевидения поехали, что немаловажно. И, собственно, блокадники там еще был сопровождающий. У Ольги Ивановны Мартовицкая дочь поехала с ней. Так что у нас получилось 12 человек, которые вот так вот штурмом ворвались с утра. Ваш поезд пребывал ранним утром практически. Как вас встретил Ленинград? Я бы сказал, как нас провожала Москва вначале. Это была питерская погода. Это слякоть, дождь и ненастье. Но уезжает дождь – хороший примет. И это мы узнали тут же на вокзале. Потому что, когда мы приехали на площадь трех вокзалов, мы зашли, подошли сразу на стойку информации и представили, сказали, вот мы делегации из Одинцова, мы едем в Ленинград. Можем ли мы разместить наших ветеранов как-то? Нам сказали, конечно, можем. И отправили в зал официальных делегаций. И наши блокадники впервые оказались в депутатском зале. Там золотые часы, мебель. Все это мы сразу зафото документировали. На всякий случай. Ну, в общем, мы провели с очень хорошим комфортом время до поезда. И это был прям вот знак, что все пройдет идеально. И после того, как мы вышли к поезду, выяснилось, что у нас фирменный поезд. Новенький, хорошенький. Таврия, по-моему, называется. И в нашем 11-м вагоне, кроме нас, в общем, и проводника никого нет. То есть, мы зашли в центр. Вы с полным комфортом отправились в путешествие в северную столицу. В вагоне и сами себе предоставлены. В общем, ощущения. Я не знаю, почему. У меня было ощущение хулиганства. Такое прям. Вот оно не проходящее. Почему не только у меня? Что мы вот прям... А что говорили в этот момент именно блокадники? Какие эмоции они испытывали? Позитивные. Вот с самого начала, с отправления от центральной площади города Одинцова, когда их все, естественно, с флагами, с песнями провожали, давали какие-то напутственные слова. И уже дальше, по маршруту. Позитивные. Во-первых, мы же... Ну как, это была поездка не просто гостевая, не просто траурно-мемориальная. Мы изначально договаривались о том, что мы едем туда решать сверхзадачу. Наша сверхзадача напрямую относится к Одинцовской молодежи, которую нам за ближайшее время необходимо мобилизовать. Мобилизовать именно в том отношении, что нам жизненно необходимо за ближайшие три года увидеть сформированную какую-то структуру ребят, ребят и девушек, которые почему-то себя начнут идентифицировать как потомки ленинградцев, как защитники Ленинграда, как, не знаю, я ленинградец, это может быть что угодно, но вот именно такую структуру, которая не по указке сверху, не потому что с ними работают осколки советской педагогической системы, а сами сформируют какой-то план мероприятий отдельный, и он будет направлен только на Ленинград. Вот нам нужны те, кто понесут это знамя дальше, потому что мы прекрасно видим, мы прекрасно это осознаем, что даже у детей Ленинграда небезграничные возможности, время и здоровье. То есть, есть уже, скажем так, категория людей, которых можно один раз в год увидеть на каком-то очень значимом мероприятии. И дальше уже, вот, как сказать, морально я с вами. И вот нам нужны люди, которые подхватят, то есть, блокадники приводятся к символу. Но они в первую очередь должны быть напитаны правдивой информацией, и четко понимать, как и что было, и желательно бы из первых уст впитать эту информацию. В том числе. И в том числе, ну, мне так кажется, что здесь сработают ваши проекты, это и беседы, и аудиозаписи, и видеозаписи, и огромное количество мероприятий, которые вы проводите и с блокадниками, и с ветеранами. Ну, собственно, как бы, может быть, в небольшом пока еще зачатке, да, но ведь уже существуют наметки. Я для наших телезрителей бы обозначил, что и Мария Юрьевна тоже принимает активное участие, и, собственно, даже была победителем премии нашей Подмосковья в прошлом, в 2018 году. Тоже с блокадной тематикой, тоже с блокадным проектом. Поэтому, конечно, зачатки работы есть. При всем при этом нас очень мало. Нас недостаточно мало, и мы, собираясь перед поездкой, об этом очень серьезно говорили. И очень серьезно говорили в депутатском зале про это. И в машине по дороге к депутатскому залу. То есть, это была такая накачка на то, что, может быть, это первая поездка, где мы не просто едем вот этой смесью молодежной структуры организации сейчас, и детей блокады тогда. Не только мы встречаемся с подростками на месте, но и пытаемся зачерпнуть вот двумя руками это вдохновение от Ленинграда, от мемориала главного, на вот эту вот борьбу. Потому что нам реально предстоит в ближайшее время бороться за внимание, за вот какое-то деятельное участие этих ребят в жизни блокадников Одинцова. Ну, как встретил Ленинград? И вот мы к этому подходим. Как? Как все прошло? Вот первые минуты вы выходите из вагона. Вот это сейчас может быть странным, но, несмотря на всю вот эту вот накачку, которая происходила до, Ленинград нас встречает очень романтично. Потому что мы пребываем утром, это достаточно пустой город с очень чистым небом. Никакого дождя. Оно предрассветное, никакого дождя. Фонари. Блокадники выходят, они понимают, что мы вообще дома. Ну, так, на секундочку. И мы идем завтракать. Они завтракают. По телефону уже понятно, что автобус к ним прибыл, но он находится очень далеко. Потому что он не имеет возможности перепарковаться там, где, значит, сам вокзал. И мы идем его искать, мы идем искать варианты. То есть, они сидят, кушают. Мы, значит, молодежным таким ударным составом идем его разыскивать. Пока мы его разыскиваем, мы находим ленинградского представителя ГИБДД. которого сначала уточняем, где этот автобус прячется, а потом случайно задаем ему вопрос, что он говорит, вот, здесь у нас проблема. Блокадники, автобус, расстояние. Он смотрит наш номер этого автобуса, марку. Как говорит, так, водителю говорит, чтобы он приезжал. Будет вопрос, скажет, все согласовано. Такое ощущение, что ключевое слово было здесь, блокадники. Да, оно было ключевым всю дорогу. Везде. Везде. И вот, казалось бы, проблема есть, ее тут же не становится. То есть, нам вот всю поездку, навстречу идет абсолютно все. И мы, вот он приезжает, мы их туда просаживаем. И выясняется, что водитель, это очень тонко организованный, даже не скрывающийся вот в себе крывет, который не может ехать молча. И он едет по этому городу-музею под открытым небом. И говорит, он видит, что мы там что-то замолчали. Ну, понятно, что у всех эмоции в этот момент. Никто не спит. Он говорит, вы знаете, что это за мост? И вот в таком формате он начинает все рассказывать. Ему, естественно, какие-то вопросы. Вот, и мы едем. Мы едем забирать подарки для кадетов. Нам для этого нужно приехать на Васильевский остров. И вот пока мы туда с московского вокзала едем, у нас обзорная экскурсия. Рассвет. Рассвет, мы в романтике. У нас экскурсовод, у нас автобус. Все комфортно. Это здорово. И мы проезжаем, ну, в общем, по таким достаточно значимым местам, по всем, включая, там, даже вот он, крейсер «Аврора» стоит. Не важно. В общем, мы все это проехали. Завираем подарки в виде книжек Баира Иринчеева «Медаль за оборону Ленинграда», которую наши блокадники должны вручить будут на мемориале уже кадетам. И у нас начинается первая такая серьезная часть. Это Пискаревский мемориал. Как я уже говорил, не все там были. Это я даже не про молодежную часть говорю, а про блокадников наших. И вот для них это первый раз. Это очень волнительно. Это полмиллиона ленинградцев, которые там ждут, когда к ним вернутся, так сказать, их же собственные. Я не знаю, как даже сформулировать. Это родные души, наверное. И вот мы по дороге находим цветы. Все очень удачно, потому что у нас предусмотрено возложение на раненбауме, но это же другое мероприятие. А тут утро, но мы, вот они открываются, там достаточное количество гвоздик, потому что мы на мемориале соединяемся с двумя другими делегациями. Мы берем эти букеты, приезжаем, все вовремя. Мы как часы. Сотрудники мемориала, с которыми мы связались, мы сказали, что мы приедем, потому что мы предоставим их наши фотографии, текст, чтобы они на сайте у себя разместили. Они готовы передать капсулу Земли. И мы бегом, пока они идут к этому мемориалу, успеваем все эти документы оформить, забрать подарочный пакет, потому что там куча книг. Саму капсулу, которая сейчас уже размещена в экспозиции, посвященной, собственно, полному освобождению Ленинграда в Барвихе. Вот вчера мы ее открывали. И вот при подходе уже к основной части мемориального комплекса выглядывает солнце. Солнце нас будет дальше весь день сопровождать. То есть, настолько идеальная погода. Это вообще, ну, она ни разу не питерская, просто ни разу. Просто все шикарно. И вот мы возлагаем цветы. Очень был трогательный момент. Очень трогательный, потому что одно дело, когда ты понимаешь, что здесь лежит колоссальное количество защитников Ленинграда. Колоссальное. И совершенно другое дело, когда подходит один цовец к плите, на которой написано 42, и говорит, здесь лежит мой брат. И он кладет цветочки. Другой подходит к плите 43, говорит, здесь лежит мой мама и папа. Кладет цветы. К 44 здесь лежит мой папа. Кладет цветы. И это настолько просто, настолько понятно. И вот в этот момент становится очевидным, что настолько это не зря. Можно по-разному совершенно взаимодействовать с людьми разного возраста. Но совершенно точно становится понятно, что вот у нас у всех есть единая точка пересечения. Это наша семья. И вот слова, что здесь лежит мой папа, они откликаются абсолютно у всех. Это момент чудовищного единения, вот в хорошем смысле слова, и у Одинцовской делегации, и у Тульской, у Московской, у Ленинградцев, которые там с нами были. То есть там были ребята, которые просто приехали тоже на мемориал. Это супер. И вот есть, как говорят люди, умнее меня, есть опыт, который невозможно получить, кроме как в ощущениях, кроме как пережив его. Вот этот опыт необходимо пережить, когда поколение намного старше тебя, оно испытывает сильнейшие эмоциональные потрясения в твоем присутствии. И ты им помогаешь в какой-то части в этом находиться, с этим справляться или погружаться в это. Это очень здорово. Это, на мой взгляд, то, за что можно уцепиться. Такой мостик между поколениями, когда, например, какой-то молодой человек или молодая барышня задаёт себе вопрос. Ну, как вот между нами годы? Человек не знает, что такое айфон, он не знает, что такое социальная сеть, что я ему могу объяснить. Там есть точка соприкосновения, даже без этих технических гаджетов это всё можно найти. Вот с этим нам надо работать. Можно говорить о том, что, да, это первая подобная поездка, но далеко не последняя. И всё-таки вы продолжите в этом направлении двигаться. Во-первых, мы будем держать пальцы. И скоро Одинцовская делегация должна поехать в Севастополь. И мы будем надеяться, что наши блокадники там тоже окажутся. Это с одной стороны. С другой стороны, я вообще не сомневаюсь, что на самом деле это не первая поездка. И когда-то, лет 40 назад, такие поездки были. Просто мы уже живём в другое время, и произошёл некоторый момент слома этих традиций. Ушли эти организации, ушли люди, которые это делали. И может быть сейчас мы просто возвращаемся к тому, что было. В новом форме, в новом качестве каком-то. Но это важно, это нужно. Конечно, мы с удовольствием всё воспроизведём. Ну и в итоге мы возложили цветы, мы там пообщались, мы стали сопричастными. Мы там заручились поддержкой тех людей, которые обороняли Ленинград тогда. Садимся на автобус. И опять с этой экскурсией по этому солнечному Ленинграду мы едем уже в Ленобласть. Туда, где стояли немецкие войска на линию соприкосновения. Наши войска и откуда будет наноситься удар по этой группировке, сходящейся, который приведёт, собственно, к полному освобождению Ленинграда в итоге. Нас там уже ждут, туда уже приезжают кадеты. У них по дороге была экскурсия, её проводили местные реконструкторы. Прямо в автобусе точно так же. По прибытию для них тоже проводилась там экскурсия. Ребята из рекон СПБ подготовили им интерактивные площадки, подготовили боевой эпизод. И мы очень переживали, что мы не успеем. То есть, что у нас хватит времени просто приехать там, мемориальной части, будет пора уезжать. Но мы успели на всё. То есть, мы опять приезжаем вовремя, очень чётко. Значит, подходим к ребятам. Ребята на нас смотрят. Для них это тоже, на самом деле, впервые. Ты учишься в кадетском классе в питерской школе. Тула от тебя бесконечно далеко, как и Москва. Несмотря на то, что крупнейший город. А тут вот они все стоят. Одинцовский городской округ. И на всякий случай, чтобы мы... Ну вот, мы как-то выделяем наши ленты. Чтобы никто не перепутал. Нам написано Одинцовский округ. Одинцовская делегация. Ребята выстраиваются. Они начинают тут приветствовать наших делегатов, наших ветерантов. Они для них читают стихи. Они дарят им подарки. И подарки дарит администрация Паргалова. Замечательные книжки про них. Про Великую Отечественную. Про вот это место, куда они приехали. Про мемориал. Для блокадников это опять... Это куча внимания. Это опять-таки какой-то такой вот... Жест того, что... Они их помнят даже здесь. И они сюда приезжают очень редко. Но вот люди, которые чтят их за то, что когда-то они сделали. За то, что они когда-то пережили. Ну, это очень здорово. И после этого минуты молчания. Салютная стрельба. Мы возлагаем цветы. А там очень интересный мемориал сделан. С одной стороны вот это стелла. А с другой стороны до захоронения. Потому что там, видимо, проходят тоже экспедиции. И вот эти вот могилы видны. Разбитые шлемы лежат. Где-то покрашенные обрамляют. А где-то вот то, что они с экспедиции достали, они просто кладут рядом. Это производит тоже такое эмоционально достаточно сильное впечатление. Цветы были возложены и к мемориалу, и вот к этим до захоронения. Вот. И потом нас пригласили. Мы спустились прямо туда, где, скорее всего, прям вот откуда все начиналось. Потому что там на местности идет такая тонкая речушка. И, скорее всего, она и была каким-то таким вот пограничным разделом между стоящими группировками. То есть, ни те, ни другие не могли ее перейти. И поэтому, скорее всего, мы угадали. И реконструктора угадали с местом. Коротенькая такая эмоциональная постановка была. Ветеранам очень понравилось. Они потом всех этих участников в советской форме всех благодарили. Так все здорово. Вот. Посмотрели, что они там делают. И вручили эти книжки кадетам. Вот. Кадетам тоже понравилось. Ну, я думаю, что всегда приятно, когда тебе дарят подарки. Вдвойне приятно, когда эти подарки тебе дарят люди, которые приехали оттуда, откуда ты никогда не знал, что люди приезжают. Вот. То есть, ну, на полном серьезе, я думаю, что Питер, ну, вряд ли до этого момента представлял, особенно питерский школьник, да, что есть где-то Одинцова. Может, это не так, но, скорее всего, что вот. Про Парголово, вот честно скажу, я узнал за, там, несколько недель до поездки, что есть такой район. Вот до этого момента. Ну, вот, есть Ленинград, есть область, что там в этой области, очень большой вопрос. Вот. Точно так же и для них. И, соответственно, мы садимся в автобус, едем обратно, у нас обед. А после обеда начинается наша вот эта творческая часть. Когда мы приезжаем на площадь труда, вот там сидят девушки на фотографии МПВО. Мы эту точку находим, там немножко что-то поменялось. Мы рассаживаем так наших блокадниц, их фотографируем, их снимаем, общее фото. Едем на театральную площадь. А там строят метро. Там все в лесах, все в вагонах. Но мы точку съемки все равно нашли. Она вот аккуратно между этими, значит, строительными площадками осталась открытой. Памятник Глинке. Мы там тоже все это делаем. Сзади нас Мариинский театр. То есть, мы подсняли видео, сделали фото. И дальше на фоне Мариинского театра мы вручили книжки «Танцуя под обстрелами» всем участникам нашей делегации блокадной. Соответственно, в этих книжках дневники Сахновской. То есть, это балерина, артист театра, которая осталась в блокаде вместе с другими артистами. Значит, и они обеспечивали культурную составляющую, поддерживали моральный дух. И я всем, на самом деле, очень рекомендовал бы эту почитать. Она достаточно тонкая книжка «Танцуя под обстрелами». Но основной и самый важный момент – это не воспоминания, это дневники. То есть, человек писал тут же. Это очень важно. И второй момент – это осознание того, для нас же как? Есть балет, есть театр. Это, как правило, для нас связано с какими-то днями отдыха, минутами отдыха, часами. Когда мы приходим, мы расслабляемся. И вот, читая эти дневники, становится понятно, что из 365 дней в блокадном году у них более 400 мероприятий по передовой, в городе, по каким-то госпиталям. То есть, это обмороки на сцене, танцы в шубах, репетиции, бог знает. То есть, то, что там описывается, это настолько дополняет картину блокады, что просто ураган. Что обычно, опять-таки, картина подвига блокадного, она очень фрагментирована. И я не буду говорить за всех, но чаще всего я сталкиваюсь с таким представлением, что есть где-то фронт, где-то есть ребята у станков, может быть, еще машины, которые идут по замерзшей дороге жизни. И на этом все. А вот все остальное, кто там эти подвиги совершал, оно вытеснено. И вот эта книжка, она в ряде многих помогает эту картину дополнить. Очень важно. И очень символичный подарок получился. И дальше у нас было еще две точки, которые мы успели, потому что уже темнеет. Мы доехали до Казанского собора, сняли там все это дело. Все уже замерзли, все устали. И мы уже говорим, что, ребят, тут у нас последняя точка, все, мы сворачиваемся. Анечков мост. Оставайтесь в автобусе. Мы молодняком добежим. И мы бежим. До этого моста там снимаем, я оборачиваюсь. Наши блокадники стоят. В общем, они еще дали вам фору. Это очень тоже круто. И все это кончается тем, что мы дружно зашвыриваем монетки в Неву. И я так весело и так дружно не обещал еще никогда Питеру в него вернуться. Вот такие дела. Ну, я думаю, что обязательно желание и общее, все делегации, оно обязательно исполнится. Я надеюсь, что делегация станет гораздо больше. И мы будем ехать уже не в пустом вагоне, а удастся прямо вот его полномасштабно узурпировать, чтобы это был Одинцовский вагон, молодежный в первую очередь. Потому что это было бы очень прекрасно. Одинцовцы в Питере. Целый цикл передач можно делать. Андрей, спасибо за столь эмоциональную беседу. На доброе здоровье. До новых встреч. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует.